Всем привет, друзья! И добро пожаловать во второй выпуск новостей из мира ЗИПа. Наконец-то дождались. В этом году компания выпустила очередную коллекционную модель 2021 года, которая была приурочена к столетию стиля арт-деко. Моделька получилась шикарная. На черном фоне была сделана лазерная гравировка 360 градусов с селективным золотым покрытием. И главным украшением зажигалочки стал кристалл Сваровский в форме воздушного змея. Все, что вы видите сейчас, весь этот декор, он действительно покрыт золотом, а не чем-то другим, как скажут скептики. Но у них своя вселенная. Насчет инсерта, из чего он сделан, нигде ничего не упоминается, но, судя по цвету, он не похож на простой латунный. Смею предположить, что он тоже с золотым напылением, но это только мое предположение, друзья. Конечно же, моделька была выпущена в ограниченном количестве, всего лишь 5000 экземпляров с кристаллом Сваровский Golden Shadow. Но это только для Соединенных Штатов, друзья. И вот теперь главная новость для тех коллекционеров, кто хочет иметь у себя все котики от компании Zippo. Такие же модели были выпущены еще для Европы и Азии. Так что вам придется немного постараться, чтобы выкупить еще парочку. Фишка в том, что они все же отличаются друг от друга. Ну, во-первых, это числом выпуска, а во-вторых, цветом кристалла. Европейская версия была ограничена всего лишь 2500 зажигалок, и на них красуется кристалл Black Diamond. А для Азии выпуск был уже намного больше. 21 тысяча моделей, и украшены они были кристаллом Сваровский Arrow Boreal. Так что, господа коллекционеры, запасаемся терпением, финансами и вперед за мечтой. И вот тут компания, похоже, решила не останавливаться на выпуске коллекционок в этом году. Просматривая дальше каталог весна-лето 2021, вы увидите множество как старых, так и новых дизайнов. Советую посмотреть, может что-то и подберете для себя. Так вот, опустившись чуть ниже, к разделу Harley-Davidson, видно, что Zippo представила полностью обновленную линейку дизайнов. Модельки получились роскошные, с покрытиями на любой вкус. Тут и Mercury Glass, Brown, White Matte, Black Matte, и даже реплика 1941 года с покрытием Black Crackle. И что самое главное, как я уже сказал, они выпустили еще одну коллекционку в этом году, но уже для линейки Харлеев. Тут давайте остановимся поподробнее, потому что она действительно заслуживает вашего внимания. Эта модель в корпусе Armor, с покрытием Black Ice и вот такой глубокой гравировкой на всей зажигалке. Сбоку опоясывающий логотип Harley-Davidson. Обратите внимание, как сделан рисунок возле петель, создается впечатление, что они внешние. Ну и на крышке, конечно же, гравировка, что это коллекционная модель 2021 года. Очень интересный подход к определенной линейке. Мне даже почему-то кажется, что в будущем мы увидим еще не одну коллекционку от разных линеек Zip. Ну, например, там, Jack Daniels, Jimby, Matsy. Почему бы и нет? Ну, а пока что довольствуемся Harley-Davidson. Насчет числа выпущенных зажигалок ничего не упоминается, но вот то, что они будут доступны только в этом году, а потом уже выпуск прекратят, это точно. Опустимся еще немного ниже и посмотрим, что в этом году нам Zip предлагает из аксессуаров. Тут практически ничего не изменилось. Бутан для новых инцертов, бензин в стандартных канистрах, кремниев, фитили, подставочки разные. Ничего особенного. Но давайте остановимся на чехлах для зажигалок. Кроме старого образца из кожи, здесь еще и представлены тактические чехлы из нейлона. И вот он, на мой взгляд, лучше старого, хотя бы тем, что у вас не будет оставаться этого пупка следа отклепки на зажигалке. Если вызывает сомнение липучка, то она рассчитана, как заявляет производитель, минимум на 20 тысяч операций. Выпускаются они в трех цветах. Заменить прошлый образец они, скорее всего, полностью не смогут, потому что в рядах зипоманов остается очень много приверженцев старого стиля. Но вот для людей, кто любит, допустим, активный образ жизни, походы, поезды на рыбалку и так далее, я думаю, он зайдет. Это все, что касается каталога «Весна-лето» за этот год. Но не успели мы его еще как следует переварить, как компания представляет еще 32 новых дизайна зажигалок в добавочном каталоге «Mediaire Collection», что в переводе звучит как «Середина года». И, судя по названию, выпуск запланирован как раз к этому времени. Тут уже представлены зажигалки с новыми покрытиями, такими как «Metallic Red», «Iridescent» «High Polish Steel». Кстати, с таким покрытием здесь представлена зажигалка, дизайн которой от Джона Смита Гамбулы, о котором я рассказывал в прошлом видео. Сюда же попали и модельки 540 Color с дизайном медведя, лося и оленя, о которых я также рассказывал в прошлом ролике. Короче, друзья, все вышло на зависть конкурентам. Зипа большие, молодцы. Дизайнеры не зря кушают свой хлеб, продолжая нас радовать новыми моделями. И я думаю, что так и будет в будущем. Теперь, что касается цены на зажигалке, друзья. Те, кто еще не успел приобрести себе что-нибудь из стерлингов, постарайтесь это сделать побыстрее. Цена на них вырастет. Сейчас в магазине на официальном сайте Зипа они уже стоят от 285 до 405 долларов, в зависимости от модели. Простые стоят 285-290 долларов. Арморы 405. Ну, слим-версия, конечно же, подешевле. Она стоит 220 американских рублей. На ebay еще можно что-то найти по старым ценам, но вот в России на момент создания этого ролика на сайте наших официалов я стерлингов не нашел. Плюс к этому на сайте Zipafire есть вот такая вот информация. И, кстати, подорожание на зажигалке из драгметаллов первым коснулось, конечно же, золотых. Прошлым летом модели из золота подпрыгнули в цене аж в два раза. Вот эта 18-ти каратка теперь стоит 20 033 доллара 88 центов. Хотя в прошлом ее стоимость была, если я не ошибаюсь, 11 тысяч. Но она, в принципе, мне и по старой цене была не нужна, а по новой теперь и подавно. А вот насчет серебра, скорее всего, стоит призадуматься. И еще одна, на этот раз трагичная новость, друзья. 25 апреля Клаудио Матци на своей странице Facebook сделал пост о помощи, в котором просит присоединиться к поимке вора. Все дело в том, что 14 апреля в ДТП погиб коллекционер Zipa из Италии Джан-Пиеро Агери. Он был одним из крупнейших коллекционеров Zipa от Клаудио Матци. В тот день он перевозил несколько приобретенных для себя зажигалок от Матци, а остальные тоже с аэрографией художника для последующей реализации. Всего было около 133 штук и трех ручек. Как выразился сам Клаудио Матци, неизвестный человеческий отброс, оказавшийся на месте ДТП, сумел похитить все вещи из автомобиля Джан-Пиеро. Мне очень хотелось бы вернуть зажигалки его семье, а также сказать вору в лицо, насколько сильно я презираю этого червя. Клаудио Матци сделал предложение, кто сможет помочь в поимке вора или воров, чтобы обвинить их в краже при отягчающих обстоятельствах, как заявляют карабинеры. Он подарит эксклюзивную модель, стоимость которой на данный момент будет составлять 1500 евро, либо же он выплатит эту сумму деньгами. Все мы что-то постоянно ищем на ebay или amazon, на других ресурсах. Может быть где-то что-то всплывет. Если что-то увидите, то скиньте, пожалуйста, ссылку на страницу Клаудио Матци в фейсбук. Может это и станет той важной информацией, которая пригодится в поимке этих недоносков. Вот скрины похищенного. Здесь хоть и не полный список, но все же любая помощь будет важна. Вот такие вот новости на сегодняшний день, друзья. На этой, конечно, грустной ноте хочу сегодня закончить. Я, как обычно, не прощаюсь. Берегите себя. Всем удачи. Пока-пока.